Рёв моторов и нешуточная борьба. Юных автомоделистов со всей страны собрал на этой неделе Бобруйск. В городе развернулась 18-я спартакиада учащихся по техническим видам спорта. Стартовая локация – спортивная площадка лесотехнического колледжа. На трассе – баги и траги с двигателями внутреннего сгорания и электрическими аккумуляторами. Здесь очень подходящая трасса для бездорожья. Установлены специальные трамплины, специальные гофры, где дети показывают своё мастерство. Для мазырянина Никиты Будешевского это далеко не первое соревнование. С автомобилизмом познакомился ещё в школе. Начал с простых машинок. Сейчас Никита Безмалова – кандидат в мастера спорта, а его авто стоит несколько сотен долларов. За спиной у парня четыре года пилотирования и десятки медалей. С детства люблю машины. Полюбил этот вид спорта и всё. Не хочу уходить. Мне нравится. Я получаю от этого кайф и адреналин. Получается, когда ты стоишь 30 минут на вышке и всё время ездишь, это такой адреналин получаешь. Это просто жесть. Там эмоции тебя переполняют. Даже описать словами невозможно. И пусть машинки маленькие, автомодельный спорт не менее серьёзный, чем настоящие большие гонки. Здесь всё как у взрослых. Скорости – модели способны развить до 100 км в час. Спидстопы и стоимость содержания. Управляются мини-болиды с помощью специального пульта. Механизм довольно прост. Круг отвечает за газ и тормоз, а рулевое колесо – за поворот. Маневрирование, преодоление препятствий и расстояние на скорость. После соревнований модели авто выглядят как солдаты после битвы. О непростой борьбе свидетельствуют трещины, сколы и царапины на кузовах. Но, как известно, на войне все средства хороши. По итогам этих соревнований лучший результат показали автомоделисты столицы. Второе место накатали ребята из Мозыря. Бронза – Услуцка. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруйск, 360.